здравствуйте с вами над геймрус и я гкс маринос я решил полетать порелаксировать как я это люблю делать в dcs world у меня есть любимая миссия которая сам сделал именно просто перехватить пару самолетов давайте этим займемся летать мы будем на f15 против нас будет китайский су-27 и китайский су-30 помогать нам будет российский а-50 ну что ж давайте займемся делом как говорится пойдем на взлет раскручиваем двигатели пинок под жопу получили вперед так 150 миль отрываем переднюю стойку шасси ну и практически сразу он сам отрывается проверяем что у нас самолет до закрылки выпустил все выпустил давайте выставим высоту у нас вел по высоте и мы набирали скорость скорость уже 1000 километров в час 650 узлов скорость у нас в узлах высота футах высота у нас 230 маловато будет он летим прямо над поверхностью разглядеть можно волны так ну все в принципе давайте быстро я сейчас включу радар тогда и пойдем наверх 40 тысяч вставляю включая помехи давайте пойдем наверх мы уже преодолели звуковой барьер вижу по спидометру скажем так конечно не спидометр но вы поняли что я имею ввиду вставляю 40 тысяч давайте на них и пойдем тогда ну так чуть повыше вот у него климп в принципе его соблюдаем чуть-чуть в сторону пойдем до угла большого как ему видно под каким углом мы климпим высота у нас уже почти 30 сейчас будем переворачивать самолет чтобы пойти вниз только таким образом отрицательной перегрузки мы не делаем отрицательная перегрузка на такой высоте и это довольно неприятно для самолета поскольку воздух на высоте около 31 тысяч футов это примерно у нас 11 километров да не десятка на высоте 31 тысячи футов это очень для самолета неприятно я вам скажу давайте выставим максимальную до для лобового по-быстрому ознакомлю вас вообще что у нас здесь в кабине сейчас я потихонечку вот поставлю такой угол пусть самолет его поддерживает значит у нас здесь есть система пассивного обнаружения мы видим что нас облучает а-50 наш союзный это у нас радар сейчас работает на восемь поставленного на 80 миль поиск а вот и первая цель мы видим су-30 30 ромбик это означает 30 . су-30 вот су-30 уже нас обнаружил обучить но пока что у нас возможно не обнаружил но он облучает а радар кстати у су-30 очень крутой покруче чем у нас то что у нас самолет все таки восьмидесятых годов такой конечно вы уже в американской армии не встретите давайте включим уже дальний ракетный бой раз увидели за свет и спросим у дро где они вообще попутно лезем наверх дайте курс на ближайшую цель 304 190 и вот видим да две цели видим 29 это у нас цель непосредственно су-27 потому что здесь миг-29 и су-27 имеет марку на американских пассивных радарах вот этих вот установок обнаружения 29 и у нас вот 30 и 29 довольно близко друг друга идут так мы уже набрали высоту 38000 это уже где-то около 13 километров до мы забрались не 11-11 километров ну идем на сверхбуке естественно ну мы сейчас с вами попробуем их перехватить и потом полетим обратно сядем и на этом закончим то есть я так реваксирую то есть пока отлетишь знаете как классно небо облачка бивокрылые лошадки знаете как классно сейчас еще самолётики возможно собьем вражеские будут вообще все полный лакшери 40 тысяч до 42 будем ползти тихоньку у нас уже 41 скорость падает но мы еще пока идем на сверхзвуки до почти 1 и 2 маха что у нас вот здесь 154 маха мы идем с вами 42 почти аккуратненько чуть-чуть еле ельным движением направляем самолет чуть-чуть низко так сейчас мы добьемся окончательной 42 42 ну почти почти так в топе вот у меня отключился нет давайте-ка тогда еще зададим вот вроде бы 42 он задал так я увидел кстати первой цели давайте сбросим пилоны тогда вот наша цель пока вижу одну 42 тысячи идет на нашей высоте гаденыш давайте потихонечку тоже чего будем набирать тогда пока есть возможность но надо желательно чтиться выше его дальность 57 миль мы засекли но я не вижу второго я вижу пока только одного меня это печалит если честно откуда 1 и 2 маха 1 и 2 маха здесь он но второго вижу знаю Не дурак Так, они примерно идут в 20 милях Друг от друга Они примерно в одном квадрате А один квадрат это у нас как раз 20 миль Один нас взял уже на прицел, прекрасно Это сушка, скорее всего Ну мы идем к сушке боком Сушка, да, пустил по нам ракету Скорее всего и тачку Точнее обычную тачку Второму тоже пустим Пусть понервничает Пусть понервничает Я пытаюсь пушить второго Су-30 уничтожим Быстро идем на второго Давай, найди мне второго Пассивный смотрю Вот он впереди Вижу, блядь, отблитк Давай, захвати мне его Давайте надеемся, что он идет от нас Курс на цель Что у нас по топливу 12 тысяч Он идет боком Да, он идет от нас Не говорит, что я отстрелил все Блядь, я отстрелил все Дальнобойные, блядь, ракеты Представляете? Это очень плохо Но вообще я должен идти быстрее, сушки Я иду уже 1,6 маха Тоже вопрос времени и техники По ходу дела мы его испугали Своей ракетой Есть Есть захват Есть Сбит Нет, он поврежден Надо еще добавить Под него не залезть Так, скорость маленькая Потом его затормозили Нам еще надо следить за топливом На обратный путь Давайте с пушки его собьем Неху ракету тратить Что так подлагивает, падла? Это топлива маловато Но мы вроде нормально Сейчас должны дойти Вот он уже Показывает нам Давайте попадем Просто смотрите Шлейф дойдет Поврежден Какой живучий Смотрите, оказался Ну вроде все уже Да, все Отлично Можно идти на аэродром Сбили Это наше небо Так, по-моему Мы вышли уже на курс Да, сейчас мы будем на курсе Давайте-ка мы Цель вон Просто дырявый Как дуршлаг Летит бедная сушка вниз Так, давайте Выставим навигацию Запросим у Батуми Курс на цель Батуми Возврат на точку Топлива у нас достаточно Мы спокойно Долетим Направление 102 Так, включаем Посадочную навигацию 102 Это означает, что нам надо Выставить вот здесь Вот по курсу Сейчас где 1.0 Вот даже у нас Видите, появилась палочка Мы спокойненько Идем на курс Но нам надо сейчас будет Благодаря вот это Я ориентируюсь Нам надо сейчас будет Лететь чуть-чуть в сторону Американских самолетов Это ориентир по курсу То есть Надо выровнять Эту палочку посередине А для этого нам надо Просто полететь В ее сторону У нас еще остался Один Сайндвингер Я что-то не заметил Как я расходовал ракеты Если честно Это плохо Давно не летал Честно скажу Был много глупых ошибок Один Сайндвингер остался Подлагивать мне это не нравится Надо будет настройки Немножко сбавить Так, ну давайте выставим Автопивот Пусть он Так, только идите Что с этим автопивотом Мне надо Чтобы он Ровно держал курс Пока что Все Пускай вот так летит Выставим высоту Ну и пойдем В набор Только Выставим полный газ Но без форсажа Можно включить Боковые огни Ну и все Сейчас идем на посадочку Сядем И на этом все Радар можно уже отключать Помехи в принципе тоже Можно делать потише Сколько солнца сзади Отсветочку Можно сделать Менее ярко Чтобы не слепило 65 миль Кстати мне не нравится Мы довольно близко А еще курс Короче Даже не наладили Давайте сильнее Тогда в бок возьмем Где-то там Где-то там За туманами Наш аэродром Родной Для начала Чтобы на него Нормально попасть Нам надо Выставить Нормально курс Павочка Все еще не приближает И мне это не нравится А вот сэн Выставим Выставим Мы видимо Очень в бок Идем Потому что мы Почти что Пепердикулярно Уже пошли Видимо Мы куда-то В бок Сместились Давайте-то возьмем Еще в боковину Мы кстати Уже идем На скорости звука Без форсажа Вам доказать У нас нет форсажа Сейчас не включен Скорость звука Пройдена Потому что Высота На разной высоте У вас по-разному Это будет Так Мы уже почти Что в бок Идем От нашего курса Необходимого Так Я вижу Береговую черту У нас скорее всего Заводит Просто на Что мы вышли Четко К аэродрому А вот и палочка Она начала приближаться Отлично Так Надо мне сделать Так вид Чтобы я видел Видите Палочка приближается Тебе пора Тихонечку Нам выравниваться Иначе мы пролетим 52 мили Нормально Можно даже Немножечко Прибавить обороты Нам особо Сейчас разгоняться Не надо 50 с чем-то Мил Это уже Не так много Если сделаем Все правильно Выйдем Прямо по Этому курсу Прямо на Филд Здесь ничего Сложного Я зачем-то Пока что Полез вниз Хотя мне это Не надо В принципе Пока Выставим высоту Пусть летит На высоте Пока что 88 обороты Так Вот теперь Нам надо Потихонечку Уже Машину Направлять В сторону Это проще говоря Как ориентироваться Без карты Сейчас стоит Режим ЛСН Это режим Посадки Мы запросили Курс На посадку Нам ее Дали И вот Сейчас мы Вот теперь Мы выровняли Курс Даже Немножечко Надо Теперь сюда Вот эта Павочка В общем Должна быть У вас ровно Тогда у вас Все нормально Тогда вы Летите Хорошо Летите Куда вам Надо 40 миль За облаками Не вижу Батуми Давайте Не Не вижу Даже если Приподнимусь Не вижу По факту Можно Сбавлять Обороты Что 35 миль Мы идем По курсу Должны попасть Прямо на полосу Но пока Визуально Из облаков Я ее не вижу Но у нас Есть вектор скорости Мы сейчас Выровняем Примерно С линией Вот этот кружочек Показывает Туда Куда Мы Полетим И где Мы Окажемся В определенный Примежуток Время Через 4 минуты Мы будем Там Где этот Кружок Если Ничего Не изменится У нас Меняется Он Естественно Все Пересчитывает Так что У нас Сейчас Падает И Высота И скорость Но Примерно Он Правильно Все Рассчитывает У нас Закончились Тепловые Ловушка Теполь Еще Есть Потому Что Боты Очень Любят Пускать Помимо Радарных Ракет Они Очень Любят Пускать Еще И Тепловые Которые Ничем Не Регистрируются 28 Милес Честно Я Ни Хрена Не Вижу Я Спущусь Ниже Меня Напрягает Когда Я Не Вижу Аэродром Вот Теперь Я Вижу Теперь Я Вижу Я Вижу Что Я Еще Немножко Ушел С Курса Его Надо Выпрямлять Ну Там Где Река Там Наш Аэродром Видите Вот Белая Полоса Это Наш Аэродром Так Мне В принципе Здесь Надо Достаточно Вот Этого Чтоб Я Всего Видел Как Подсветку Они Сделали Ученевая В 15 Уебищная Да Была Такая Хорошая Аккуратная Красивая А теперь Вот эти Блямбы На весь Экран Может У меня Что-то Не Так Нам Надо Наложить Этот Крестик Чтобы Он Был У нас На Полосе Тогда У нас Все Будет Нормально Мы Тогда Окажемся На Этой Полосе Даже Вот Так Планируя Что Мы Сейчас По Факту С 9000 Фунтов Подходим В полосе Вот она Полоса Прогружается Огоньки Да Надо Конечно Я не знаю Покупать Более Мощное Железо Чтобы Такие Аэродромы Видеть Как бы Издали Я Вообще Издали Должен Видеть Этот Свет И Даже Вот Здесь По Идея Должен Его Видеть Но Поскольку Прогрузка То Мы Не Видим Эту Полосу Видно Хорошо Издали Самолеты Вражеские Были Тоже Вооружены Различным Вооружением Они Были Вооружены Дальнобойными Ракетами Р-27 Е Р И Ракетами Р-77 С активной Головкой Самонаведения А также Тепловой То есть Полный Фарш Посмотрим 16 Миль Держим Потихонечку Сейчас С 10 Начнем Тормозить Ну то Идем Потихонечку Тремировать Самолет Не будем Я Если честно Забыл На какую Кнопку У меня Тремирование С необходимым Углом Будем делать Это Вручную Поэтому Будем Немножко Подряхивать Но Я Не Летчик Профессионал Так что Ребят Сорян Сейчас Включу Только Подсветочку Такую Посадочную Ну теперь Уже Визуально В принципе Видно Огни Более Менее Мы можем У нас Самолет И так В принципе Оттормаживается Неплохо Но Все равно Сейчас С 10 Уже Пойдем Садиться Аккуратнее Надо Подвинуть Немного Мышку Ну вот Конечно Так и Играть В VR Это Однозначно На мышке Обзорность Неудобная Все-таки Главное Вопрос Что для VR Здесь Наверное Еще бы Хорошо Было Какую-нибудь Маленькую Эту Подставку Выпускаем Тормозной Щиток Он у нас Еще Фиксируется Верхняя Начинаем Тормозиться Выпускаем Шасси И Выпускаем Закрылки Можно Уже Закрывать Тормозной Парашют Аж самолет Уже Сам Будет Тормозить Возьмем Немножечко Выше Дальше Немножко Полосы И на ее Крае Чуть Вперед 8 миль Мы уже Идем Под таким Хорошим Углом Видите Как Задран Теперь Поддаем Газу Потому что У нас Скорости Явно Недостаточно Хотя Мы Сейчас Довольно Легкие Но Топливо У нас Все равно Половина В баках Так что Самолет Не могу Сказать Что Легкий 7 миль Осталось Нам До Аэродрома Вот Под надпись ОСН Идут циферки Видите 6 и 6 Это Мили Одна минута Через минуту Пориентировочно Мы должны будем сесть Но может максимум 2 И вот таким вот образом Не знаю как вы А я лично расслабляюсь Только Надо немножечко Вбок пролететься Потому что У меня явно Скорость выше чем надо Точнее Курс Слишком я буду Садиться Сбоку А это тоже Неправильно 5 Мне сказали Что можно садиться Работать С посадкой То есть Все чистенько Четенько Это наш А50 Нам говорит Что он такой Молодец Ну а мы Потихонечку Идем На посадочку Посадка Довольно Ответственное Мероприятие Хотя на Американских Самолетах Она конечно Довольно простая На наших Самолетах Она посложнее Хотя там тоже Просто держишь Кружочек В прицеле И как бы Все у тебя Будет хорошо Но здесь Как понимаете Я здесь лучше Самолет чувствую То есть Я вот этот Кружочек На полосу Поставил И я понимаю Что он там Окажется Я вижу Что кружочек Уходит с полосы Значит Надо прибавить Чуть газку Видите Кружочек Поднимается Я понимаю Что я окажусь Вот здесь На наших Это немножечко На мой взгляд Неинтуитивно Что ли Мне еще Надо успеть Затормозить Потому что Два метра В секунду Ветер Но это Считайте Нет Сейчас Мы уже Скоро будем Касаться Полосы Продать Чуть газу И здесь Должна быть Определенная Скорость Чтобы у вас Во-первых Садиться надо Около 150 Но чуть-чуть Побольше Можно Особенно Если вы Тяжелый Выбираем газ Все Мы коснулись И теперь Ставим Угол Больше 15 И Катимся По полосе Нам еще Надо успеть Затормозить Здесь Здесь короткая Полоса В батуме Но пока Все у нас Идет хорошо Да Все хорошо Убираем Щиток Убираем Закрылки И аккуратно Тормозим У F-15 Нет тормозного Парашюта И применяется Торможение Давайте Уберем Эту ужасную Подсветку Раньше Подсветка У F-15 Была такая Классная Лампочки Все аккуратненько Светились А сейчас Вот эти Блямбы Не знаю Может это Из-за того Что я использую Пупенбетту И они что-то Поломали Слишком Мне много Дал Очень быстро Идет Все Мы аккуратненько Сели Ничего Не сломали Шасси Все на месте Шасси По бокам Не разъехали Все нормально Все хорошо Причем Шасси У F-15 Довольно Хрупкое Хвост Довольно Длинный Поэтому Чтобы на нем Аккуратно Садиться Нужно Определенное Мастерство Именно Понимать В плане Скорости Самолет Надо Тьфу Не то Переключимся В режим Одного Фонаря Просто Будем Освещать То Что у нас Тут происходит Подсветку Испортили Конечно Подсветка Раньше Мне в 15 Очень нравилась 28 Мишки стоят Апачи Эх Красота F-15 Миги Сушки Красота Так бы В реальной жизни Так Надо оттормаживаться А то я что-то Разогнался Так Ну все Мы спокойненько Встали На нашу Посадочное Место Даже Носиком Не заехали За Ограждение Вот мы молодцы Какие Негаких Фальстартов Ну все Давайте Быстенько Самолет Тогда Приведем К Успокоению Скажем так Топливо У нас Полбака Правый Двигатель Глушим Обороты Пошли падать Температура И Расход Нам показывают Что Левый Правый Двигатель Загушен Автопивод Можно отключить Зачем У нас Сейчас Работает И Левый Двигатель Глушим Тоже Все Давление В системе Гидравлики Падает Все Падает Все Хорошо Ну когда Вы на земле То это Хорошо В воздухе Это конечно Катастрофа Так Ну можно Гасить Свет Самолет У нас Уже В принципе Заглушен Безопасен Там уже Ничего Никуда Не засосет Контр Л Выключаем У нас Погаснут Огни Открываем Кокпит Стекла Открывается Ну в принципе Как говорится На этом В принципе У нас Все Так что Можно Глушить И Кокпит Мы с вами Справились С двумя Сухими На F-15 Китайскими Показали Им Что такое Бежать Тайвань В общем Если вам Понравилось Такое Будем Что-нибудь Выкладывать Наверное Я попозже Сделаю Еще Кому Интересно Кабину Поподробнее То есть Что-то Как Как управлять Вообще Этой Штукой Так что Потихонечку Будем И в симуляторе И в War Thunder Будем Побольше Тоже Материал Выкладывать Я любитель Всех Этих Вещей В общем Если Залипли Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки У нас Будет Много Еще Интересного А с вами Был Нат Геймрус Я Как АС Маринес Доброго Времени Суток Субтитры